Более тысячи листов разных исторических документов и свыше 500 листов затухающего текста отреставрировали за 2020 год в Госархиве Камчатского края. Сейчас его сотрудники занимаются восстановлением дела, в котором хранятся протоколы заседаний Усть-Большерецкого исполкома 1929-1930 годов. В плановом порядке работники архива пересматривают все хранящиеся документы и занимаются их реставрацией. Это ответственная работа, которая важна для сохранения наследия. Документы на бумажных носителях являются одним из самых ценных памятников культуры, благодаря которому мы узнаем, как жили люди, развивалось общество. Не только архивы, но и библиотеки, музеи несут непосредственную материальную, профессиональную и моральную ответственность перед будущим поколением за сохранение достижений, накопленной нашей историей. Документы, которые находятся в Краевом Госархиве, это документы с вечным сроком хранения. Обеспечение сохранности документов является одним из важнейших видов деятельности архива. Документы, которые находятся у нас на хранении, это документы вечного срока хранения. Естественно, в процессе их хранения происходит их угасание. Поэтому специалистами архива проводятся работы по реставрации, мелкому ремонту документов, восстановлению угасающих, слабоконтрастных текстов. Ну вот представлены документы. Что же является к угасающим документам? Относятся такие документы, которые плохо читаемые. Вот мы приготовили документ. Это у нас документ 1925 года, который часть текста на нем утеряна. И специалистами архива проводятся работы по перепечатыванию этих документов в текстовом редакторе на бумажном носителе. Самой главной задачей является это максимальное приближение при этом виде работе к оригиналу текста данного документа. В Краевом архиве проводятся работы по реставрации документов, выявлению и восстановлению угасающих текстов документальной информации. Эти виды работ, которые являются реставрацией, восстановлением затухающего текста, это являются плановые виды работ. Проводятся они в соответствии с методическими рекомендациями. В 2020 году было восстановлено свыше 500 листов затухающего текста. Данные виды работ это очень кропотливые, трудоемкие виды работ. Иногда реставрация одного листа занимает от двух дней и более. То есть также проводятся работы по мелкому ремонту документа. То есть что на себя включает реставрация? Это мы можем показать. У нас есть дело, которое мы планируем начать его реставрацию. То есть листы очищаются от пыли, грязи, от предыдущих видов реставрации. То есть происходит, если при необходимости наращивания корешков, разглаживаются листы, сгибы самого документа. Документ кладется под пресс. В редких случаях проводится увлажнение документа. Также затем он сшивается, пронумеруется и отправляется в архиво-хранилище. В Краевом архиве рассказали, что восстановление прочности и долговечности документа в ходе периодических реставрационных работ – это один из способов сохранения оригиналов, разрушающихся при длительном архивном хранении и использовании документов. Бывают, встречаются тексты, которые утеряны. То есть по тем или иным причинам. Это может быть как и физическое повреждение документа. Тогда, согласно методическим рекомендациям, мы ниже текста пишем «текст утерян» или «текст неразборчив». И при восстановлении мы от себя, специалисты, ничего не можем добавлять или додумывать. То есть если с орфографическими ошибками текст встречается, то мы таким образом его и перепечатаем. Наша задача – максимально донести документ в том виде, какой он есть на самом деле. Принципы и методы хранения документов занимают одно из ведущих мест и в архивной науке, и в нормативно-методических документах, которыми должны руководствоваться архивы в своей повседневной деятельности и в законодательстве об архивах и архивном деле.